Ребятки, приветствую вас всех! Бегаев Алик, меня зовут Я по боксу тренер. Тарантино, единственное, что я тебе хотел спросить, ты комментарии читал? Читал, но... Че хотят там люди? По поводу стойки. По поводу стойки? Значит, большинство комментариев голосует за то, чтобы обсудить стойку. Базара нет, сейчас мы ее обсудим. Но, перед тем, как мы ее обсудим, вы же прекрасно знаете, чье мнение нам необходимо, просто катастрофически важно. Вот же он, Тарисович. Что такое опять, что ты хочешь с меня опять, что? Че докопался, дядь? Че сразу же начинаешь так? Мы сегодня обсуждаем стойку. Вот мы в прошлый раз баланс обсуждали, мы нам дали очень много информации про баланс. Я только идился и могу много рассказать. Америградская школа давит на меня. Ничего не давлю, расскажите, пожалуйста. И не дает рассказать. Пожалуйста, рассказывайте. А че? Сегодня мы обсуждаем именно стойку. Что? Ну, стойку в боксе. Ты сам же понял, что, скажем, нас вообще не учили стоять. Нас учили просто как долго. И он уже не стоит. Ну, покажи, как надо стоять правильно. Вот стойка. Вот это стойка? Да. Не больше, не меньше, то есть, да. Никуда не надо бороться. А почему именно такая, не фронтальная? Тем меня уже тем лучше, тем тяжелее по мне попасть. Вы знаете, а вот это аргумент, ребят. Один из немногих случаев, когда я здесь с Сашей соглашусь, потому что стоять надо боком, ребят. Объясню почему. Но для того, чтобы показать, мне понадобится еще один человек. Ребята, Андрюха, а ты че, присел отдохнуть? Только что бил мешочек и отдохнуть. Ребят, кто помнит Андрюху, пишите, кстати, тоже в комментах, кто помнит Андрюху, один из самых старых героев моего канала. Кстати, Андрей, пока меня не было, на интернет-пространстве говорят шум. Называется канал Тренер там, тренер, тренер тут, тренер здесь называется, да. Подписывайтесь на Андрюхин канал, от меня можете прямо подписаться и на него подписаться. Я вот, если, да, если пойдет, я только за. Андрюх, брат, вот сегодня обсуждаем стойку. Не могу встать. Спасибо тебе огромное. Короче, ребят, почему боком вы лишаете сразу человека пространства? Я ему уже выключаю правую руку только одной стойкой. Куда бы он не ударил правой, поехали. Здесь я контролирую, здесь я тоже контролирую, любые удары, Андрюх, корпус, корпус. Здесь контроль, здесь, здесь, боковой, да, боковой здесь, локоть защищает. Здесь человек начинает забывать про правую руку, ты работаешь, работаешь. Когда ты стоишь фронтально, ее все равно видно, когда стоишь боком, он начинает ее забывать, и в какой-то момент ты ее уже включаешь. Это еще один плюс. Куча комментариев, знаю, что посыпется. Майк Тайсон стоял так и вырубал, ребята, еще раз повторяю, Тайсон один. И думаю, вряд ли еще такой родится. Вы что-то хотели добавить? Мы приглашаем вас. Идите сюда. Где? Андрюха? Уходился уже. Уже есть. Ладно, давай обсудим ближний бой. Ну давай обсудим ближний, хорошо, не вопрос. Ближний бой, да. Ближний бой тоже самое. Смотри, мы сближаемся с тобой. Ты считаешь, вот так ближний бой стоит? Категорически нет, потому что мы это обсуждали в прошлом выпуске. Встань еще раз так, Андрюха. Напомню про прошлый выпуск. Вы лишаете себя балансом. В этот момент я вас выталкиваю и делаю какую-то работу. Когда вы стоите боком, вы сразу даете себе хорошую опору задней ноги, что дает вам, соответственно, хорошую работу правой рукой. Ну и, соответственно, если вы лишат, то левой рукой. Я никогда не лишаю человека, если у него опущенная рука, я никогда ему не говорю, подними ее, если он умеет боксировать с опущенной рукой. Но я говорю о профессионалах. Если вы любитель, старайтесь учиться правильно. Подбородок ниже, руки на висках и качайте корпус. Стойте правильно, будьте ближе к земле. Уже с этого вы можете начинать свой бокс. Итак, преимущества разных стоек. То, что я сейчас показывал первое с Андреем, здесь больше преимущества относительно защиты своих плечей. Да, это система шолдер ролл. То, что вы можете видеть у Мэйвезера, показывал Андре Уорд. Ну, много боксеров. Это называется филадельфийский стиль. Лично мне этот стиль очень-очень близок. Да, но, опять же, это не каждому подходит. Вот Андрюха, кстати, боксировал только сейчас с Агилом. Андрюх, ты предпочитаешь, я так понимаю, перекрытую, да, стойку больше? Он просто подходит все время на дистанцию ударную. Поэтому я руки под собой не держу, и я отсюда. Да, но я имею в виду, переднюю руку ты никогда вот так не опускаешь, правильно? Вот так я не могу стоять. Да, вот. Тебе близко все-таки вот так. Да, мне неудобно. Больше перекрытая стойка. На более классичные, ребята, это мучает. Более того, я бы рекомендовал учиться именно вот так. Если вы поймете в процессе, что вам это не подходит, вы всегда можете переквалифицироваться, что ли, я не знаю. Но главное не пропускать удары, да, Андрюх, в бокс это не ударить, в бокс это не пропустить, самое главное. Поэтому если вы чувствуете, что вы способны их не пропускать вот с опущенной левой рукой, да ради бога, я вот лично за это. Третий вариант, вот мне Тарантино подсказал на эту тему немножко поговорить, опущенные руки. Куча, опять же, разных боксеров, начиная от Мухаммеда Али, кончая там Роя Джонсона, и куча-куча разных боксеров, которые любили именно опускать свои руки. Объясню плюсы этого. Опущенные руки дают вам шикарнейший баланс вашего тела, именно корпуса. Это все равно, что когда многие видели, как канатоходцы ходят по канату, они держат палку для баланса, чтобы сохранять середину. Так же и здесь. Руки опущены для баланса. Когда у тебя руки здесь, ты хорошо работаешь корпусом. Потому что когда они у тебя здесь, очень тяжело балансировать. Поэтому многие, кто уверен в своей защите, ради бога делайте. Это первое. Второе. Такая стойка, она вашего оппонента приводит в некий ступор. Это как психологический прием. Опять же, Рой Джонс, пожалуйста, он нокаутировал именно таким образом. Поэтому, ребят, остановимся на том, что каждый выбирает свою стойку сам. Но главное, это сохраняйте баланс, что я говорил вам в предыдущем выпуске. И лучше стоять боком. При любом положении рук, так, 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 как угодно. Ноги ваши и ваш корпус должен быть развернут. Это мой вам самый главный совет. Меня зовут Бегай Фалик. На связи будем, друзья. Пока.